13 сентября Михаил Развожаев одержал убедительную победу на выборах, набрав почти 86% голосов и теперь официально вступил в должность губернатора. Избранный глава города принёс присягу на верность народу, Конституции Российской Федерации и Уставу Севастополя. Вступая в должность губернатора города Севастополя, клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, устав и законы города Севастополя, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всемирно способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей. В след за гимном Российской Федерации прозвучал гимн города-героя Севастополя. Затем Михаила Развожаева официально объявили губернатором. В соответствии с уставом города Севастополя, Михаил Владимирович Развожаев вступил в должность губернатора города Севастополя. Осипов, депутаты Государственной Думы, представители федеральных органов исполнительной власти, члены правительства Севастополя, депутаты законодательного собрания города, главы муниципалитетов и почетные граждане. В адрес избранного губернатора прозвучали напутствие. Андрей Турчак поздравил Михаила Развожаева и подчеркнул, что более 85% севастопольцев на выборах – это один из лучших результатов в единый день голосования по всей стране. «Безусловно, эти голоса – это огромнейший мандат доверия вам, мандат доверия вашей команде. За этот год с небольшим было сделано действительно очень много. Я сам за этот период много раз был в городе Героя, смотрел, как меняется ситуация с городской средой, как перезагружаются стройки в рамках федеральных целевых программ». Начальник управления президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета России Александр Харичев поздравил севастопольцев с новым губернатором. «Севастополь – легендарный город, и в нём нельзя работать плохо. Поэтому, Михаил Владимирович, желаю вам стать достойным губернатором Севастополя». Михаил Развожаев поздравил и глава соседнего региона. Сергей Аксёнов подчеркнул – избранному губернатору оказана высокая честь. «Севастополь и Крым – это, наверное, самые близкие регионы, это братские наши регионы. У нас с вами единая история, у нас с вами, по сути, одна судьба. Мы вместе прошли Крымскую весну, вместе вернулись на историческую родину, вместе боремся с различными блокадами. Ну и, наверное, сегодня невозможно представить себе развитие Севастополя без Крыма и развитие Крыма без Севастополя, без вариантов. Но на самом деле, если по-простому сказать, вы наши самые близкие родственники». Глава законодательной ветви власти города Владимир Немцев отметил, за год работы Михаил Развожаев показал готовность обсуждать проблемы города, брать ответственность и слышать людей. «Как и все депутаты, убеждён, что ваши дела и поступки, а также работа вашей команды будут направлены на вдумчивое, планомерное развитие нашего города, а также на сохранение нашего исторического и культурного наследия». Заместитель полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов обратил внимание на проблемы города, которые губернатору Севастополя предстоит решить в первую очередь. «Первоочередного внимания требуют вопросы развития здравоохранения, доступности дошкольного образования, обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения, строительства очистных сооружений и утилизации бытовых отходов, благоустройства». После официальных поздравлений на церемонии вступления в должность слово предоставили Михаилу Развожаеву. Губернатор обратился к севастопольцам и предложил программу развития города на пять лет. «В течение ближайших пяти лет предстоит выйти на путь устойчивого развития, создать новые отрасли, использующие конкурентные преимущества Севастополя, создающие рабочие места. Надо сформировать новое качество городской среды, обеспечить достойный уровень жизни в городе, позаботиться о нашем культурно-историческом наследии». Прежде чем официально вступить в должность, Михаил Развожаев исполнял обязанности главы Севастополя с июля 2019 года, сменив на этом посту Дмитрия Овсянникова. Выборы губернатора прошли в единый день голосования 13 сентября, затем 15 сентября Севастопольская избирательная комиссия утвердила результаты. Михаил Развожаев получил 135 132 голоса избирателей. Его кандидатуру выбрали 85,72% севастопольцев.